Привет, дружочки-пирожочки! Если ты открыл это видео, то значит у тебя есть некоторые затруднения или сложности в настройке Маруси. Маруся, включи музыку. Маруся! Маруся! Ключи... А, это-то я микрофон выключила опять. Маруся, включи музыку. Включи. Давай. Ты не можешь ее подключить, она у тебя почему-то не работает. Тебе нужна либо подписка, либо настройка, либо еще что-то. Давай сейчас все объясню. Но для начала мы проверим, точно ли она настроена и работает вообще корректно у нас. Напоминаю, мы находимся в Риге, это Латвия. Маленькая страна на карте большого мира. У нас заблокированы все русские сайты. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что в Латвии и в Эстонии самая сложная настройка во всем мире. Теперь мы проверим Марусю. Маруся, а где ты сейчас находишься? Дома. Маруся, назови свое местоположение. Кто молодец? Я молодец. Маруся, а какая сейчас погода? Сейчас у Риги ясно. Температура 20 градусов. У нас лето. Июль, между прочим. Здорово. Честно вам скажу, она... Я правда так говорила? Когда? Честно, она очень разговорчивая, побольше, чем Алиса. И если к Алисе вы постоянно будете обращаться, Алиса, скажи это, Алиса, ответь так, Алиса, сделай вот это, то Марусю не заткнуть. Затронем вот какой важный вопрос. Стоит ли покупать Марусю, когда у вас уже есть Алиса? Или между кем все-таки выбрать? Сразу же скажу, что все голосовые помощники выполняют по большому счету одни и те же функции. Они отвечают на вопросы. Через них можно управлять умным домом. Они включают музыку, шутят и рассказывают разные анекдоты, включают сказки и подкасты. А также у них можно спросить разную информацию, например, какой сегодня день, сколько времени, какая погода и так далее. Но есть интересные фишки, которые доступны только в Алисе или только в Маруси. И сегодня я вам расскажу как раз-таки про такие фишки от Маруси. Маруся однозначно выигрывает с точки зрения бесплатных возможностей. В ней без подписки могут работать сказки, звуки животных, подкасты и некоторые другие навыки. То есть в Алисе вы такого не встретите. Она будет постоянно напоминать о подписке Яндекс+. Когда у тебя закончится подписка Яндекс+. До 24 мая 2024 года у вас активна подписка Яндекс+. Вот до этого времени она не будет мне делать саниск. И рано или поздно она вас задолбит и вы ее купите. Сейчас у нас начнется самая важная часть видео, где мы расскажем, как активировать Марусю за границей. И поможет мне в этом вопросе эксперт Гунер. Мне друг какой-то подарил из России, например, или откуда-то колонку. И я хочу ее здесь активировать, чтобы она просто начала со мной разговаривать. Что мне делать? Ну, скорее всего, у тебя не получится отключить подписку, и ты просто обратишься к нам. Ага, то есть сама я не смогу где-то там купить подписку на стороннем сайте, как-то попробовать ее подключить. Ну, ты можешь попробовать, но у тебя не получится. Ко мне просто обращались клиенты, что им надо было сделать эту подписку. И мы как бы делали, изначально мы так и начинали, делать только подписки. Сейчас мы уже начинаем продавать сами Марусе. Он не только настраивает Марусе из-за границей, вообще в любой точке мира присылает вам подписку или смотрит, что там с ней не так, почему она не может работать, может быть, какой-то провайдер ее заблокировал и так далее. Помимо этого он сам продает колонки Марусе и уже выслал их более чем в 10 стран мира. Обязательно к нему обращайтесь. Если вы сами никак не можете привезти Марусю, то это легко и просто можно заказать через вот этот сайт, который будет внизу под этим видео. То есть изначально к тебе шли люди за тем, что они просто хотели активировать подписку за границей. Они сами это никак не могли сделать. Ну, не то что активировать, да, у них просто не работала музыка, и мы делали ВК-аккаунт с активной подпиской на год сразу. Ты можешь это сделать удаленно, правильно я понимаю? То есть ты можешь либо удаленно, либо могут к тебе подъехать в офис. Да. А офис где находится сразу, чтобы вы зазнали? На Кална-Л4, мы в Риге находимся. Рига, Кална-Л4, будет плашечка. Сколько она стоит сразу же, скажи? 42 евро 35 центов, это сразу на год. А ты работаешь за границей? Нет, дома дел много. Маруся, а ты будешь работать в Израиле? Еще нет. А что, есть предложение? Есть предложение. Смотря какое предложение. А вы какое ждете? Конечно же, сама Маруся вам об этом не скажет, но благодаря вот таким очумелым ручкам Гуннера она точно будет работать в любой точке мира. Это вы серьезно говорите? И он вам с легкостью ее туда может отправить. Я надеюсь, что у вас после просмотра этого видео не осталось вопросов и вы точно знаете, к кому можно обратиться за покупкой Маруси или за покупкой Алисы. Также, если у вас есть колонка и вам нужна подписка, будь то на Алису, будь то на Марусю, вы тоже знаете, куда писать. Всем пока-пока! Все, я готова ехать кушать.